Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Джека Плей и сегодня у нас очередное строительство в городе Сулани. На этот раз я буду строить хижину в джунглях. Очень, знаете, хотелось построить нормальный дом, не то чтобы было в прошлый раз, потому что в прошлый раз я старался, знаете, в какой-то степени просто посмотреть предметы, какие нам были добавлены, посмотреть, рассмотреть их поподробнее. И что-то такое там быстренько построил для летсплея, то сейчас я вынашивал долго идею в голове и получилось довольно-таки нормально, что я могу сказать. Главное, вы должны это оценить, как вам, в комментариях можете сразу прямо уже писать, как вам по первому впечатлению вы там картиночку видели в начале. Вообще этот дом строится для летсплея по дополнению жизнь на острове, каникул на острове в Сулане, для нашей Алисы, так как Алиса уже остается у нас жить в этом городе. У нее появился новый ухажер, новая, скажем так, пара, пассия ее, с которой она будет проживать на этом острове. Я уже уберу этот мод на курорт, я просто оставлю его как обычным городком и Алису туда вселю в этот дом и она будет там проживать. Ну и, конечно же, мы там немножко еще поснимаем с вами, посмотрим, что там как там. На самом деле дом не строился лично для Алисы, просто так получилось, так совпало, что она осталась без дома, ей нужен дом, так как тот дом больше подходит под тематику аренды, нежели для проживания там на острове. А вот этот я уже как-то строил больше для людей, которые будут в нем жить, то есть горожан этого городка, этих островов. Получается так то, что я хочу посмотреть, я хочу в нем поиграть. Вот сразу могу сказать, что все в этом доме проверено, все работает, все отлично. Просто делаю на этом акцент, потому что у нас есть такое место на пальмах, релакс-зона, скажем так. Просто там находится стол, гриль и этот, шезлонг, вот. И они все функциональны, все работает, только немножечко персонаж проваливается в дырочку, но он возвращается на место, вроде с этим проблем никаких нет и все хорошо. Будем играть в этом доме, поселим туда Алису с ее новым парнем, скажем так, может быть уже мужем, ну не знаю как, что вообще будет, дальше посмотрим, в общем. Также вы можете его скачать и заселить туда свою семью. На самом деле этот дом уже, знаете, построен не на берегу моря, как это было раньше. Я его решил построить уже в джунглях, хотя у меня очень много планов по поводу этого дополнения. Мне в последнее время так хочется строить, город просто яркий, красочный, красивый. И это правда, это правда, я с этим спорить не буду и все очень хочется все чаще и чаще в нем строить. Поэтому посмотрим, планов много, много всего хочу осуществить в этом городке, так как не хватает множества участков, которые бы туда идеально вписались. И, наверное, в ближайшее время жить от меня больше строительств. К тому же вам понравилось прошлое строительство, я был удивлен, что все-таки вам нравится, что я строю, что я делаю. Надеюсь, что это тоже вам зайдет. Ну и к тому же, да, буду строить. Что я могу сказать о строительстве? Дом получился у нас разделен на три зоны. Зона, получается, бунгало, где у нас находится спальня. Главное здание, в котором находится, получится, ванная комната, кухня. И гостиная-столовая. Кстати, в гостиной я не размещал телевизор, так как в прошлом доме, знаете, это как бы арендованный, скажем так, мини-отель. Там я решил разместить. В этом доме, получается, уже этого не делал, только поставил радиостанцию, так как у нас добавилась новая радиостанция, островная музыка. Ну и пусть там будут, знаете, чилиться персонажи под островную музыку. А телевизор, я думаю, им не нужен, так как она у нас русалка, будет Алиса, или кто там у вас из персонажей, тоже, наверное, русал будет. И они будут плавать в океане, собирать там мусор на острове, не знаю, искать ракушки всякие. Зачем им этот телевизор смотреть? Вот ей-богу. Поэтому решил уже его не ставить. Кстати, да, я совмещал два дополнения, то есть игровой набор и дополнение. Это приключения в джунглях и жизнь на острове. Так как я вам уже в прошлый раз говорил, что эти дополнения сочетаются, и они очень хорошо вписываются в стилистику островов. Ну и к тому же, что там джунгли у нас, приключения в джунглях, что здесь у нас джунгли есть в какой-то степени. Ну и к тому же, этот участок, который я использовал для строительства, он находится как бы в джунглях, и все, знаете, сходится, все идеально получилось. В общем, да, особенно, знаете, когда я хотел повесить свет, который, получается, из потолка будет у нас свисать, таких ламп вообще не добавили по факту. Ну как добавили, но они в более современном стиле, с дополнением жизни на острове. И я хотел что-то такое, знаете, более островное, и вот приключения в джунглях просто идеально подошли. Ну и я решил все-таки, думаю, буду использовать этот доп тоже. Ну и сейчас, знаете, такой небольшой у меня челлендж, я начал как-то включать в строительство несколько наборов каталогов, чтобы, знаете, было проще людям скачивать, пользоваться, играть. А то не все дополнения у всех есть. Если для себя, то я пихаю все подряд, все из разных каталогов, из дополнений, из наборов. То есть сейчас я строю определенно из какого-то каталога набора, выдираю какие-то вещи, и чтобы не сильно переполнялось строительство контентом. Мне даже намного, скажем так, интереснее играть вот с таким, соблюдая такой челлендж. Кухню я сильно не расстраивала, я сделал такой, знаете, небольшой такой уголок для кухни. Ну а что? Что там? Там приготовить пару каких-нибудь, там, не знаю, блинчиков, не знаю, каких-то овощей, и все, хватит. В основном я уделил большое пространство, так скажем, гостей на столовой зоне. Ну и там еще, знаете, отдельно получилась ванная комната. Которая, кстати, тоже очень хорошо, что я использовал игровой набор печенья в минулях, потому что все предметы именно взяты оттуда. Они идеально вписались в этот дом. Я не стал, знаете, получается использовать новую ванну, вот это все. Оно потому что все равно все в современном стиле сделано. То есть это больше для, даже не знаю, для какого участка, для какого стиля, ну, наверное, для модерна, островного модерна такого. Вот, конечно, я мог душевую поставить, но она такая странная, все-таки я решил ее не использовать. Но получилось вроде хорошо, и на этом можно остановиться. Очень классное место у меня получилось, это бунгало. Я, честно, хотел что-то придумать с бунгало, и как раз, получается, от главного здания у нас идет дорожка в бунгало, такое кругленькое здание, с такой сломенной крышей. Ой, господи, я просто влюбился в это место, особенно... Оно такое, знаете, просторное, оно какое-то такое, не знаю, нежное получилось, аккуратное. Вот эта кровать, вот эти шторы просто. Эти шторы, кстати, очень классные, потому что они комбинированные. Есть такие коротенькие, то есть только сверху, чтобы открытое окно было, и есть такие, которые полностью закрывают все окно. Превосходно, bellissimus, amazing, как это можно еще назвать. Вот, я не переполнял тоже, скажем так, пространство этой комнаты не заполнял. Она получилась у нас такая, опять же, легкая, просторная, воздушная и яркая, особенно яркая, да. И получилось довольно-таки хорошо, опять же. У меня все хорошо, у меня все хорошо, потому что идеальное называть не буду, так как я не идеально строю. Просто хорошо, нормик такой, знаете, нормик у меня получился. И в конце я, получается, на фундаменте еще разместил там лавочку, декор там на здание повесил, поставил мусорник. И, кстати, вне записи я еще размещу туда, получается, почтовый ящик, потому что я его забыл поставить. Это же жилой дом, да, почтовый ящик там точно будет, поэтому не переживайте. Ну и к тому же, получается, я еще поставил туда корзинку такую для растений. То есть вы можете там посадоводничать немножечко. Давайте перейдем к зоне с пальмами. Конечно, там получилось все очень даже круто. Я, если честно, не ожидал такого результата. Хотел домик на дереве, но решил взять просто платформу, на которой будет находиться гриль, получается, шезлонг и столик. То есть все работает хорошо, только сим немножко проваливается, опять же, но все нормально. И я решил не делать вот этот фундамент, который сверху. То есть можно было поднять фундамент, потому что вот эти вот сваи, которые новые были с обновлением добавлены, они очень много создают колонн, и это очень странно смотрится. Из-за этого я принял решение взять, сделать колонны из дополнения, поставить, вот. Но их пришлось соединить, то есть муфобжиксом. И тут начинается просто триггер. Они сливаются и переливаются, и это так по глазам долбит. Я такой думаю, нет, нужно отказываться от этой идеи. И поставил из базы. Колонны, которые переливаются, но они, знаете, так довольно-таки хорошо все-таки вписались и хорошо смотрятся. И уже не так напрягают ваши глазки, скажем так. В общем, про главные здания в этом доме я вам рассказал. То есть про бунгало, про главное здание в нашем доме, опять же я говорю. И про второй этаж я вам вроде да, поведал. И теперь нужно рассказать вам о проблемах, которые у меня случились с растительностью. Я не хотел, чтобы наш дом какой-то, знаете, был серый. Просто колонны, просто там, не знаю, фундамент и все. Я решил поставить туда растения. И самое мое любимое, что эти долбаные просто, я не знаю, почему разработчики не могут это пофиксить. Или как-то, чтобы можно было просто ставить эти растения не на фундамент, а под фундамент. Они все поднимаются, эти все кусты. Из-за этого многие идеи, которые я хотел реализовать, не реализовались у меня. Ну, я хоть что-то там разместил, что-то раскидал, чтобы у нас так все как-то лысо было. Озеленил наше пространство, опять же. И не забывайте писать свое мнение о моей постройке в комментарии. Предлагать свои идеи, потому что, опять же, у меня идей много. Я хочу много всего осуществить. Вы можете также предлагать свои идеи. У меня была идея построить в том корабле, который у нас разломленный, стоит на участке. Там построить, получается, здание внутри в подвале с ловушками и с приключением в джунгли. Думал, отладка мне в этом поможет. Но, к сожалению, когда я протестил, я понял, что нет. Это все-таки взаимосвязано. Это все работает только с приключениями в джунглях, с этим храмом. И, да, идея моя просто улетучилась. Хотя, очень хотелось, чтобы этот город был не такой бесполезный, чтобы мы могли что-то там красное, прикольное найти. Но, нет. Так что, смело предлагайте идеи. А мы будем переходить к просмотру фотографий итогового варианта моего дома. Что у меня получилось. Получилось все очень хорошо. Опять же, нормик. Мое слово любимое теперь нормик. Пишите свое мнение в комментарии. Скачивайте мой дом по ссылке в описании, так как я его выкладываю в галереи. И, конечно же, для вас, для папки Трей. Всегда есть ссылочка в описании. Ну, и буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо, что вы были со мной. Ставьте пальцы вверх. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. На мой канал обязательно. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео на моем канале. И строительство, которых будет в ближайшее время очень много. Так как я хочу все больше и больше строить. Конечно, да. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok